Виды любви. Поскольку любовь бывает разной по сути и положению, то когда речь идет о Всевышнем Аллахе, упоминают лишь те ее виды, которые имеют отношение к нему и подобают ему, и которые не приличествуют никому кроме него. Это поклонение, предание ему себя и тому подобное. По истине поклонение нельзя посвящать никому кроме Аллаха. То же самое относится и к преданию себя ему. Порой упоминается просто любовь, без конкретизации. Например, в словах Всевышнего, то Аллах приведет других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его. Сура Трапеза, аят 54. А также в его словах, среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее. Сура Корова, аят 165. Наиболее порицаемый вид любви — любовь к кому-то или чему-то наравне с Аллахом. Испытывающий такую любовь, любит одинаково и Аллаха, и того, кого Он приравнивает к Нему. А наиболее похвальный вид любви — любовь к одному лишь Аллаху и любовь к тому, что любит Он. Эта любовь — основа счастья и начала ее. И без нее никому не спастись от наказания. А порицаемая любовь, представляющая собой предавание Аллаху сотоварищей, — основа злосчастья и начала его. И именно ее обладатели пребудут в муках. Те, которые любили Аллаха и поклонялись только Ему, не предавая Ему никаких сотоварищей, не войдут в огонь. И никто из них, даже если он войдет туда за грехи свои, не останется там навечно. Предписания Корана вращаются вокруг веления любить только Аллаха со всеми вытекающими последствиями. И запреты испытывать иную, запретную и порицаемую любовь также со всеми вытекающими последствиями. В Коране приводятся примеры и критерии для обоих видов, равно как и истории, с ними связанные. Приводятся и подробности, касающиеся деяний, обусловленных каждым из этих двух видов любви, а также приверженцев каждого из них и их объекта поклонения. Сообщает Всевышний и о том, что Он сделает с представителями обеих категорий и об их положении в трех обителях – мире этом, барзахе и вечной обители. Коран говорит об обоих видах любви. Основа призыва всех без исключения посланников Всевышнего – поклонение одному лишь Аллаху без предавания Ему сотоварищей, подразумевающее полноту любви к Нему и полноту покорности Ему и смирения перед Ним, почитания и возвеличивания, а также их следствий, подчинения и богобоязненности. Анас, да будет доволен им Аллах, передает, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Клянусь тем, в чьей длани душа моя, никто из вас не уверует до тех пор, пока не полюбит меня больше, чем своих детей и родителей, и всех людей вообще», – передали Аль-Бухари муслим. Аль-Куртуби сказал, «Всякий, кто правильно уверовал в пророка, мир ему и благословение Аллаха, непременно ощущает эту все перевешивающую любовь, однако в разной степени. Некоторым досталась большая доля этой любви, некоторым – меньшая, как в случае с тем, кто большую часть времени погружен в мирские удовольствия и пребывает в беспечности. Однако многие из них, вспомнив пророка, мир ему и благословение Аллаха, преисполняются желания увидеть его так, что для них это становится важнее собственной семьи, детей, имущества и родителей, и они готовы подвергнуться опасности ради него. Среди них встречаются и такие, которые готовы предпочесть посещение его могилы и мест, где он бывал, всему перечисленному. Так велика в их сердцах любовь к нему. Однако состояния эти быстро проходят, поскольку таких людей часто одолевают периоды беспечности». Фатхальбари «А Омар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал «О посланник Аллаха, клянусь Аллахом, я люблю тебя больше всего за исключением самого себя». Он же сказал «О нет, Омар, не уверуешь ты по-настоящему, пока не полюбишь меня больше, чем самого себя». Тогда он сказал «Клянусь тем, кто послал тебя с истиной, поистине я полюбил тебя больше, чем самого себя». Он же сказал «Вот сейчас все так, как должно быть, о Омар», передал Аль-Бухари. Если так обстоят дела с любовью к его рабу и посланнику, мир ему и благословение Аллаха, и обязанностью ставить ее выше любви к собственным детям, родителям и всем людям вообще, то что можно сказать о любви к тому, кто направил его, причистому и Всевышнему, и об обязанности ставить любовь к нему выше любой иной любви. Любовь ко Всевышнему Господу отличается от любви к кому-то иному и своим положением, и своей сутью, и тем, что она может быть обращена исключительно к Господу. Обязанность человека состоит в том, чтобы он любил его больше собственных детей и родителей, и даже больше, чем собственный слух, зрение и самого себя. Он должен любить истинного Бога больше всего на свете. Бывает, что нечто любят за что-то и не любят за что-то иное, и бывает, что нечто любят ради кого-то иного. И нет такого объекта любви, который может быть любим сам по себе, полной и безусловной любовью, кроме одного лишь Аллаха, и божественность не подобает никому, кроме Него. И если бы на них, на небесах и земле, были иные божества наряду с Аллахом, то они, небеса и земля, разрушились бы. Сура пророки, аят 22. А божествление — это любовь, покорность и смирение. Вот как толкуется полный текст этого аята в одном из тавсиров. Если бы в небесах и на земле были иные божества, распоряжающиеся ими, то воцарился бы хаос. И Аллах, Господь трона, превыше того, что приписывают Ему невежественные неверующие, возводя на Него ложь и утверждая о наличии у Него разных изъянов. И к доказательствам того, что Всевышний — единственный Творец, и что лишь Он достоин поклонения, относится то, что с Него не спросится за то, что Он предопределил и постановил, тогда как все Его творения будут спрошены об их деяниях. Тавсир Муясар Любовь — основа всякого движения В основе всякого движения в высшем и низшем мирах лежит Любовь, и именно она является основанием и стимулом для этого движения, и именно она стоит за ним. Все дело в том, что движения эти делятся на три категории. Движения, совершаемые добровольно, по собственному выбору, естественные движения, и движения, совершаемые против воли, по принуждению. Если говорить о естественных движениях, то основой в них является покой, ибо нечто двигается, когда выходит из состояния покоя и своего естественного положения, тогда оно начинает совершать движение, дабы вернуться к своему прежнему положению. Этот выход из состояния покоя и своего естественного положения Происходит из-за того, что вынуждает его к этому, оказывая на него воздействие Таким образом оно совершает вынужденное движение Под воздействием того, что вынуждает его к этому движению А затем совершает естественное движение, дабы вернуться к своему прежнему положению То есть оба вида движения являются следствием воздействия того, что принуждает к движению И это нечто является основой и вынужденного, и естественного движения А добровольное, совершаемое по собственному выбору движение Является в свою очередь основой для двух упомянутых движений И представляет собой следствие воли и любви Таким образом, в основе всех трех категорий лежат любовь и воля Доказательством же того, что все движения делятся только на три этикатегории Является то, что если нечто движется, ощущая собственное движение То оно добровольное, совершаемое по собственному выбору Если же оно делает это несознательно, не ощущая этого То это движение либо соответствует его природе, либо не соответствует Если соответствует, то это естественное движение А если не соответствует, то оно вынужденное Учитывая это, не было бы ни на небесах, ни на земле, ни между ними Движения галактик, солнца, луны, звезд, ветров, облаков, дождя, растений Эмбрионов в утробах матерей, происходившего бы без участия ангелов Которые, исполняя волю Всевышнего, управляют и распределяют На это указывают тексты Курана и Сунны, и свидетельства эти далеко не единичны Вера в это — необходимая составляющая полноценной веры в ангелов Ибо поистине Всевышний Аллах поручил ангелам ведать происходящим в материнских утробах А также дождями, растениями, ветрами, галактиками, солнцем, луной и звездами Каждому рабу Аллаха представлены четыре ангела Два ангела-песца — справа и слева И два ангела-хранителя — перед ним и позади него Ангелам также поручено забирать душу из тела и готовить ее к вечному пребыванию в раю, либо в огне И ангелам же поручен допрос и испытание умершего в могиле И причинение ему мук, либо обеспечение ему блаженства там Ангелы поведут человека к месту сбора, когда он восстанет из могилы своей И ангелы будут подвергать его наказанию в огне, либо обеспечивать ему блаженство в раю Ведать горами также поручено ангелам И ангелы гонят облака туда, куда им велено Они же низводят дождь в определенном количестве в соответствии с волей Всевышнего Ангелам поручено сажать райские растения и изготовлять все, что в нем должно быть И заботиться обо всем этом, то же самое относится и к огню Величайшее воинство Аллаха это как раз ангелы Само название ангела, маляк, предполагает, что он всего лишь посланец Исполняющий данное ему веление и ничем не распоряжающийся по своей воле и усмотрению Все веления и все распоряжение исключительно от Аллаха Ангелы же управляют и распределяют лишь по велению Аллаха и с позволения его Всевышний Аллах сообщил, что они говорят Мы не сходим только по повелению твоего Господа Ему принадлежит то, что перед нами, и то, что позади нас, и то, что между тем и этим Господь твой незабывчив Сура Марьям, аят 64 И Всевышний Аллах сказал, сколько же на небесах ангелов, заступничество которых не принесет никакой пользы, пока Аллах не позволит заступаться за тех, за кого он пожелает и кем он доволен Сура звезды, аят 26 И Всевышний поклялся ангелами, исполняющими его веления относительно его творений Клянусь ангелами, выстроившимися в ряды, гонящими облака упорно, читающими напоминания Сура, стоящие в ряд, аяты 1, 3 И Всевышний сказал, клянусь ветрами, посылаемые с добром, несущимися быстро, ангелами, распространяющими облака бурно, различающими истинное и ложное твердо, и передающими напоминания Сура, посылаемые, аяты 1, 5 Всевышний также сказал, клянусь ангелами, исторгающими души неверующих грубо, извлекающими души верующих осторожно, плывущими плавно, опережающими стремительно и исполняющими повеления Аллаха Сура, вырывающие, аяты 1, 5 Таким образом, все это, любовь, движение, желание и деяние, их поклонение Господу земли и небес, и все движения, как естественные, так и вынужденные, являются следствиями его Если бы не любовь, то не было бы движения галактик и лучезарных звезд, и не дули бы ветры, подчиненные воле Господа, и не проплывали бы над ними облака, обремененные дождем И не двигались бы эмбрионы в утробах матерей, и не вырастали бы из семян различные растения, и не плескались бы прекрасные морские волны, и не двигались бы управляющие и распределяющие ангелы, и не прославляли бы Господа своего хвалою земля и небеса и разнообразные творения в них Причист тот, кому воздают хвалу всем небес, земля и те, кто в них Нет ничего, что не прославляло бы его хвалой, но вы не понимаете их словословие Поистине, он выдержанный, прощающий Сура ночное путешествие, аят 44